В эфире программа Интерда. Здравствуйте. Как хорошо, что уже давно существует железная дорога, что ее можно воспользоваться и быстро, да еще и комфортно добраться до функционального значения. Но вот случаются казусы, когда нет возможности заранее узнать расписание поездов и электричек. Можно на авось прийти, а поезда нет. Расписание изменилось. Как же быть в курсе событий, при этом не обивая пороги железнодорожного вокзала? Сегодня поговорим о поездах, расписаниях и возможностях интернета помочь нам в этом вопросе. И, конечно, заглянем на сайт, где можно посоревноваться с пользователями сети. Ну, все по порядку. Отправляясь в дальние или не очень путешествия, каждый раз становишься перед выбором, какой вид транспорта избрать для себя. Машина, автобус, электричка, поезд или самолет. Пока что остановимся на поезде. У российских железных дорог есть свой официальный сайт. На него сегодня мы и отправимся. И нам не понадобится лишний раз ехать на вокзал. Запускаем программу интернет-эксплорер. Вводим в адресной строке rgd.ru. Для запоминания, название сайта – это заглавные буквы компании «Российские железные дороги РЖД». Зашли на сайт. На первой же странице указан единый номер службы поддержки. Его можно держать на готове, если возникнут вопросы по работе с сайтом или при отсутствии исчерпывающей информации. Здесь же на сайте для любопутствующих представлены цифры отчетности проекта, которые поддерживает компания «РЖД». Но сегодня мы зашли не за этим. Мы ищем подходящее место в поезде. Для того, чтобы приступить к поиску, нам понадобится или сверху нажать на надпись «Пассажирам», или слева. Там есть такая же надпись. Заполняем поля «Откуда», «Куда» и «Дату». Для примера введем в строке «Откуда» – «Череповец», «Куда» – «Вологду» и поставим дату, например, 2 августа. Перед нами выйдет сразу несколько вариантов – разные часы прибытия, отбытия, поезда и электрички. Можно выбрать, чтобы выводились только поезда или только электрички. Познакомимся поподробнее с таблицей. Слева выведена картинка поезда или электрички. При наведении курсора мышки на эту картинку появляется всплывающая подсказка. Далее в таблице указано, что это за поезд, откуда он держит свой путь и куда направляется. Проходящий он или прямой, время отправления, время в пути, время прибытия, количество мест и даже стоимость билета. Можно снять галочки, чтобы выводился определенный тип вагона. Общий, сидячий, плацкартный, купе, мягкий или люкс. И по измененным данным останутся только те варианты, которые удовлетворяют нашему запросу. Но это легко, когда поезд есть, когда и места есть. А что, если мы введем запрос на дату поближе, а город подальше? Поезда может и не оказаться. Тогда имеет смысл изменять дату отъезда, нажимая на стрелочки влево или вправо. И возможно, что именно в эту дату поездом в задом направлении нет. Но, например, из Череповца в Иваново на одном поезде не уедешь. Придется делать пересадку. Ну что же, это значит, нужно брать карту, сопоставлять, где делать пересадку, подгонять даты и время? Нет. Это все можно сделать автоматизировано. Сам сайт подберет всевозможные варианты. Для этого щелкаем по кнопке маршруты с пересадками. И вот из Череповца доезжаем до Ярославля. Там делаем пересадку и оказываемся в Иваново. Здесь и время в пути. И время для того, чтобы вещи перенести от одного поезда к другому. Очень удобно. Нужно сказать, что это касается не только приведенного примера. Так до Воронежа можно добраться летом на прямом поезде, а вот в зимнее время тоже с пересадками. Ну да вы поняли. Теперь смотрим, а есть ли билеты? А подходит ли нам стоимость? Если для нас цена принципиальна, ну а для кого она не принципиальна? Так вот, можно выведенные варианты отсортировать по цене. Как по возрастанию, так и по убыванию. По поводу пересадки. Можно и этот параметр уточнить. Например, чтобы время пересадки позволило перекусить, прогуляться, так сказать, размять ноги и успеть добраться обратно на вокзал. Указываем время пересадки интервалом. Если мы торопимся, то указываем, чтобы время пересадки было минимальным. От получаса до полутора часов. В таблице есть надпись «Маршрут». Если по ней щелкнуть, то перед нами будет таблица движения поезда. Какое время, на каких станциях можно выйти, подышать воздухом, какие города и поселения проехать придется. Особенно удобно, если мы по пути кого-то заберем. Ну, например, в Вологде к нам подсядет товарищ, и вместе с ним в Иваново за одеждой или за невестами. Сайт, кстати, поможет не ошибиться с пересадками с одного поезда на другой, указывая приблизительное время перехода между станциями. Возвращаясь к поездке в Иваново, нам понадобится 60 минут. Так что получаса, указанного ранее, нам будет мало. Но наш нынешний вариант больше часа, так что успеем. Кстати, о том, обязательно ли покупать билет на вокзале, мы еще поговорим, но в следующей программе. А пока лучше узнаем о том, какие машинки требуют высокой скорости печати на клавиатуре, и где можно посоревноваться в гонках. Время следующей рубрики. Есть желание научиться печатать на клавиатуре быстрее. Наиболее эффективно поможет вам в этом не перепечатка страниц книг, а сайт клавагонки.ру. Любопытный симбиоз из онлайн-игры и клавиатурного тренажера представляет из себя проект с говорящим названием «Клавагонки». Он превращает процесс набора текста в увлекательное занятие. Набирая текст, вы тем самым разгоняете свой автомобиль. Чем быстрее вы будете печатать, тем быстрее вы будете приближаться к финишу. Компанию вам составят такие же участники, как и вы. В каждом заезде может участвовать до пяти человек, а в соревнованиях количество игроков не ограничено. За призовые места вы будете получать баллы. На них можно прикупить новую машину или затюнинговать старую. Все улучшения чисто визуальные и на игровой процесс никак не влияют. Если же вы мастер быстрого набора и хотите улучшить свои навыки, то и для вас у «Клавагонок» есть пара бонусов. После каждого заезда вы можете просмотреть статистику. В ней будет содержаться ваша скорость набора, количество ошибок и, что самое важное, список сочетаний, на набор которых у вас уходит больше всего времени. Таким образом, вы будете знать, на что обратить внимание, чтобы увеличить скорость печатания на клавиатуре. «Клавагонки» не только позволяют увеличить скорость набора текста, но и дают возможность прочитать новую книгу. Содержимое книги дробится на небольшие куски, которые вы будете набирать во время заезда. Хотелось бы отметить приятное оформление игры. Все нарисовано очень здорово, ярко, интересно и ненавязчиво. В общем, именно то, что надо. Надеемся, вы проведете там много приятных и полезных минут. Приятное с полезным и посоревноваться в гонках, и научиться печатать быстрее. Кстати, подходит это развлечение всем, потому как мало кто печатает уж очень быстро, а тут как раз можно научиться быстро искать буквы на клавиатуре, да еще и отследить, с какими символами возникают наибольшие трудности при печати. А возвращаясь к теме о поездах, как я уже проговорилась, в следующий раз мы продолжим знакомство с сайтом rjd.ru, чтобы не только смотреть на расписание, но и уметь виртуально получить билет. Но, как говорится, об этом в следующей серии. В пятницу в 19.40 на телеканале «Провинция РН». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова